Германия встречает зиму с газохранилищами, заполненными на 98%. Об этом сообщает Федеральное агентство по сетям. Конечно, зима еще только началась. Но уже с уверенностью можно сказать, что в обозримом будущем проблем с газоснабжением в Германии не предвидится. Люди стали гораздо экономнее расходовать энергию. Для того, чтобы смягчить резкий рост цен на энергоносители, Берлин принял ряд мер, призванных облегчить финансовое бремя для граждан страны. Так, помимо единоразовой компенсации расходов за пользование газом, в частности за декабрь, и введение скидок на проездные билеты, правительство намерено оказать дополнительную помощь потребителям газа и тем, кто пользуется центральным отоплением. Оптимизма добавляет и ожидаемое вскоре введение в эксплуатацию терминалов по приему сжиженного газа. И как раз сегодня компания Deutsche Re Gas сообщила, что первый СПГ-терминал уже готов к эксплуатации. Специальное судно пока пришвартовано в Мукране у острова Рюген, но позже оно будет перерабатывать сжиженный газ в Лубмини и подавать его в сеть. Накануне большой резонанс вызвало сообщение о подписании газового соглашения с Каттером. Но, согласно этой сделке, поставки газа в Германию должны начаться лишь в 2026 году. Сегодня стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе впервые за последние полтора месяца превысила 1700 долларов за 1000 кубометров. Те же жители Германии еще осенью были оповещены, что счета за отопление в этом году вырастут в среднем в три раза, а холода неминуемо наступают. О перспективах зимнего периода в Европе поговорим с экономическим обзревателем Deutsche Welle Андреем Гурковым, который сегодня у меня в студии. Андрей, ну, первый вопрос, чем вызван нынешний скачок цен на газ? Мы видим в последние несколько дней подъем цен. Он связан с тем, что на Европу надвигается первая волна холода в этом сезоне. Что значит холода? Плюс-минус ноль, ночью он может быть минус пять. Тем не менее, это приведет, во всяком случае, так исходят, из этого исходят игроки на бирже, к росту потребления газа. И действительно, в Германии, это крупнейший рынок Европы, на прошлой неделе, по сравнению с предыдущей неделей, потребление выросло на 12%. Вот мы и видим увеличение цен. 1700, ты говоришь, было 1100, 1500. Но это значительно ниже, чем те 3500, которые мы видели летом. И должен сказать, что вот этот взлет цен, в частности, сегодня, 1 декабря, вызвал большой ажиотаж в российских СМИ, но не в Германии. Потому что, например, немецким домохозяйствам, в общем-то, по двум причинам эти цены уже все равно. Во-первых, потому что они, как ты правильно сказали, получили уже счета на предстоящий год с удвоением, утроением цен. Во-вторых, потому что получили обещание от правительства. За декабрь заплатят правительство полностью по счетам. Со следующего года будет запущен механизм компенсации примерно 80% расходов по... То есть 80% счета будут оплачивать по льготному тарифу. Андрей, ну, ситуация с газом в Германии. В предваряющем наш разговор сюжете мы уже говорили, что газохранилища заполнены. В России власти оказывают поддержку населению. Как раз вот ты об этом говорил тоже. При этом крупнейшая земля Германии, Северный Рейн-Вестфалия, сейчас объявляет о чрезвычайном финансовом положении из-за энергокризиса. У нас получается, что с одной стороны газохранилища заполнены, власти реагируют, оказывают поддержку населению, а с другой стороны крупнейшая земля объявляет о чрезвычайном финансовом положении. Если, так сказать, считать это каким-то сигналом особой тревоги, то это ошибка. Безусловно, вся страна, и не только земля Северный Рейн-Вестфалия в особом положении. У нас особый кризис. Это даже спорить не надо. Но в данном случае речь идет не о, повторяю, сигнале тревоги, а о чисто юридической мере. Дело в том, что правительство Северного Рейна-Вестфалии решило взять в долг 5 миллиардов евро дополнительно, чтобы поддерживать бизнес и домохозяйство в энергетический кризис. Но Конституция Земли не позволяет это сделать, если не объявить формально чрезвычайное положение. Вот это было сделано, чтобы иметь возможность пополнить казну заемными деньгами, как это делает и федеральное правительство, и как это часто делают в Америке. Помнишь, периодически говорят, вот сейчас прекратят оплачивать американским служащим зарплаты, потому что нет решения. Вот такое решение было принято сейчас и в земле Северной Рейн-Вестфалии. Андрей, на этой неделе было объявлено, что Германия договорилась с Катаром о поставках газа. Правда, вступит в действие договор этот лишь с 2026 года, и речь о ничтожно малой доле возмещения газовых потребностей Германии. По-моему, речь идет всего лишь о 3%. По сравнению с газом из России, это были 55%, если я правильно помню. Сделка, прямо скажем, не с самой демократической страной. Катар как раз-таки Германия очень много критикует. То есть получается у нас, опять же, с одной стороны сделка, с другой стороны критика? Ну, для того, чтобы избавиться от поставок из недемократических стран и от авторитарных режимов, надо быстрее развивать возобновляемую энергетику. Тогда Германия и вся Европа от этого освободятся. Но пока это невозможно, поэтому приходится покупать газ, кстати говоря, и у демократических стран, у Соединенных Штатов, у Норвегии, но и недемократических, авторитарных. В отличие Катара от России, Катар не ведет войну в Европе. И Катар сейчас пошел на эту сделку, которую не надо воспринимать как некое спасительное мероприятие. Это одна из многих... Но учитывая цифры, да, мы не можем говорить о спасительном. Понимаешь, 3% для одной сделки, это нормально. Если учесть, что есть и другая договоренность с Катаром, что не с 1926, а с 1924 года, они начнут поставлять газ, но не из Катара, собственно, а со своего завода в Техасе, то есть из Соединенных Штатов, то доля Катара постепенно увеличивается. Но я думаю, что она, наверное, останется в пределах, ну не знаю, там 5-7-10%. То есть зависимости Германии от Катар не будет, но Катар постепенно становится одним из важных поставщиков на перспективу для Германии, поскольку контракт подписан на 15 лет. Это определенная возможность планировать деятельность немецких СПГ-терминалов. Не могу не спросить об иске, который был подан на этой неделе немецкой компанией «Юнипер» к российскому «Газпрому» о возмещении убытков на сумму более 11,5 миллиардов евро. «Юнипер» обвиняет российский «Газпром» в убытках от недопоставок газа. Почти такую же сумму Россия, кстати, затратила на строительство теперь уже канущего в лета газопровода «Северный поток-2». Насколько оправдан такой иск во времена, когда никто ни о каких условиях контрактных не говорит уже, и каковы шансы на успех у «Юнипера»? Когда произошли взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2», то многие говорили, что интерес России в этих взрывах может состоять в том, чтобы указать на форс-мажор и избавить себя от исков за невыполнение контрактных обязательств. Так вот, этот иск «Юнипер» – это доказательство того, что тем не менее иски будут, и они будут касаться не периода после, насколько я и скажу из этой суммы, взрывов на «Северном потоке», а до, потому что Россия еще в июне резко сократила под разными поводами поставки, и вот именно это «Юнипер» будет оспаривать в арбитражном суде. Каковы шансы на успех? Посмотрим. Но вспомним историю с Юкосом. Десятилетиями, уже два десятилетия Россию преследует эта история. Периодически арестовывают какие-то активы. Периодически приходится тратить большие деньги на судебные разбирательства. То есть, получит «Юнипер» 11 миллиардов от «Газпрома» или нет – это большой вопрос. Но эту гирю «Газпрому», который, наверное, захочет вернуться когда-то на европейский рынок, придется носить с собой. Это будет большой преградой для бизнеса «Газпрома» по всякому случаю с западными странами. Андрей, «Юнипер» изначально прогнозировал убытки в 40 миллиардов. Сейчас речь об 11,5. Означает ли, что «Газпрому» следует ожидать последующих исков? И в случае если, то вряд ли он будет, как ты уже сам сказал, рассчитывать, наверное, на возмещение этих ущербов. Тогда убытки «Юнипера» лягут на плечи государства, то есть на плечи налогоплательщиков? Начнем с конца. Да, лягут на плечи налогоплательщиков, потому что «Юнипер» национализирована, и тем самым немецкое государство будет нести всю финансовую ответственность. Но ущерб финансовый для налогоплательщиков и для всей Германии, и для ее промышленности от банкротства «Юнипера» был бы несопоставимо более высоким. Поэтому это очень хорошая совместная инвестиция всех нас, немецких налогоплательщиков, в то, чтобы пройти хорошо, нормально эту зиму и последующие. Что касается исков, я не вникал в бухгалтерию «Юнипера», и они ее, в общем-то, и не публикуют, но я не сомневаюсь, что иски пойдут не только от этой немецкой компании, но и от других немецких компаний, не немецких, и вообще европейских, например, французских компаний. То есть это первый такой звоночек? Я думаю, что да, это первая ласточка, и это давление этих исков будет тоже нарастать. К чему они приведут? Посмотрим. Ни к чему хорошему, в любом случае, для «Газпрому» и для его имиджа это не приведет.